Дзюдо было смыслом жизни легенды самарского спорта заслуженного тренера России Павла Ивановича Иванникова, вспоминает вдова Ольга Александровна. Супруга не стало 10 лет назад, но сейчас его дело продолжают ученики и внук, который ходит заниматься дзюдо в спортшколу мужества, созданную его дедом. Это была его жизнь. Наверное, поэтому 10 лет подряд идет этот турнир. И, конечно, мы понимаем, что его нет, это ему не надо. Это надо им и это надо нам, мне. Юбилейный 10-й мемориал Иванникова собрал на татаме три сотни дзюдоистов из шести регионов России – Самары, Оренбурга, Саратова, Пензы, Ульяновска и Уфы. Спортсмены младше 15 лет приезжают на соревнования не столько за наградами и разрядами, сколько вспомнить о добрых делах легендарного тренера и основателя спортшколы мужества. Сейчас юные самарские спортсмены, а их больше тысячи, занимаются в десяти залах при общеобразовательных школах по всему городу. За 10 лет спортшкола воспитала 10 чемпионов России и больше 200 чемпионов Самарской области. Да, я могу смело сказать, что наша школа номер один именно по развитию дзюдо в Самарской области. Спортсмены школы мужества, закончив соревновательную карьеру, зачастую переходят на тренерскую работу. Виктор Улитин – один из восьми таких мастеров. Он продолжает не только тренерские традиции, но и философию основателя школы Павла Иванникова. Принцип работы своего наставника он реализует с каждым своим воспитанником. Я стараюсь ребенку привить, чтобы характером он никогда перед кем не проседал. Чтобы у него был мужской стержень, когда это будет касаться не только спорта, это и в школе, в учебе, дальше это будет в университете, на работе. Чтобы он отставил свою позицию, чтобы у него было свое мнение. И все понимают, что невозможно всем быть олимпийскими чемпионами, но человеком ты быть должен. 31 марта, в день, когда Павел Иванников ушел из жизни, все его друзья и огромная семья дзюдоистов соберутся по традиции дома у вдовы, чтобы еще раз вспомнить легендарного человека и настоящего профессионала. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.